Председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев совершил рабочую поездку в Старицкий район. Спикер областного парламента почтил память князя Михаила Тверского, пообщался с сельхозпроизводителями и осмотрел экспозицию недавно открытого музея пекарного дела. Визит начался с возложения цветов к поклонному кресту на Бартеневском поле. Там в декабре 1317 года Михаил Тверской одержал знаменитую победу над московским князем Юрием Даниловичем. О значимости этого события говорили во время первой краеведческой конференции, которая прошла в средней школе села Степурино. Доклады готовили в том числе и ученики школы. Есть такое понятие историческая память, поэтому важна любая дата, которая имеет отношение к истории родного края, к истории Верхней Волжи. Поэтому фигура Михаила Ярославовича Тверского, великого князя Владимирского, она, конечно, для Тверской области очень значима. Степурино, впрочем, известно еще и тем, что является неофициальным лидером в регионе по количеству сельхозпредприятий, расположенных в одном конкретном сельском поселении. Тут перерабатывают молоко и выращивают овощи. Сергею Голубеву пояснили, что производство не простаивало даже в период ограничений, связанных с коронавирусом. Молоко, масло, сметана, сливки, сыры на складе не задерживаются. Их знают и любят не только в Старец, но и в Москве и Подмосковье. Ведь молоко собственных ферм. Расположены они, кстати, в Бернове. Это тоже Старецкий район. Примерно в 70 километрах от Степурино. Причем себя окупает за счет качества продукции, качества молока, из которого вырабатывается продукция. То есть вкус, увеличение выхода за счет хорошего белка. Поэтому это, в принципе, оправдан. А в компании «Экоагрофарминг», которая работает в Старецком районе уже 8 лет, рассказали о недавно открытом цехе, где к продаже готовится так называемый некондиционный картофель для крупных торговых сетей. Тут его чистят и отправляют в предприятия общественного питания. По требованию Роспотребнадзора в ресторанах и кафе теперь картофель чистить нельзя. Поэтому тверские аграрии поспешили занять эту нишу и не прогадали. Ежедневно потребителям отправляется до двух тонн продукции. Нас это радует. То есть это даст нам еще один дополнительный стимул к развитию. Мы планируем вовлечь дополнительные площади и, соответственно, увеличить производство картофеля, а также посмотреть вопросы и добавить в нашу производственную программу выращивание моркови и свеклы. Говорили на предприятии и о грядущих мерах поддержки производителей овощей в открытом грунте. В правительстве Российской Федерации сейчас этот вопрос активно обсуждается. Подписание постановления ожидается со дня на день. По словам Олега Игнатова, это позволит увеличить производство не только традиционной для компании культуры картофеля, но еще и моркови, свеклы. Еще одним предметом для подробного разговора стала тема удобрений, которые подорожали больше, чем в два раза. Их приходится теперь покупать на бирже в соответствии с требованиями ФАС. На бирже мелким сельхозпроизводителям удобрения покупать очень сложно. Нужны определенные брокеры и так далее. И нужны достаточно большой объем свободных денег, по сути, уже с осени, чтобы купить эти удобрения. То есть раньше таких проблем до последнего года не было. Энергетический кризис поставил все с ног на голову. Эта проблема не только наша, а всех сельхозпроизводителей в стране, отмечают тверские аграрии, рассчитывая на помощь со стороны региональной власти. Тема субсидий по минеральным удобрениям, она, естественно, возникает в разговоре. У нас в ближайшее время Комитет по аграрной политике проведет большое мероприятие, связанное как раз с итогами сельскохозяйственного года, с участием представителей правительства Тверской области, министра сельского хозяйства. Я думаю, что там все эти вопросы будут заданы. Завершилась рабочая поездка посещением недавно открытого музея пекарского дела. В экспозиции собраны предметы, использовавшиеся не только на Руси. Музей не просто еще один центр притяжения для туристов. Научная работа здесь тоже в почете. Посетителей много, ведь Старица расположена на оживленном туристическом маршруте. Конечно же, это способствовало внедрению в программу региональную по стимулированию туризма, когда наши фирмы, занимающиеся туристическим бизнесом, создают частные музеи и получают за это субсидию. То есть они наращивают свои обороты по созданию объектов привлекательности и посещения для наших гостей. Подводя итоги рабочей поездки, председатель областного парламента Сергей Голубев отметил, что Старицкий район – яркий пример успешного развития муниципального образования. Ну а главное для этого – энергия власти и неравнодушие жителей.